29 декабря подарки получили все ребятишки, которые были на тот момент в детской областной больнице. В 16 часов ребята бежали со всех ног к мастерам аквагрима Елене и Павлу из бюро креативных идей. Целый час они разрисовывали детские личики яркими гипоаллергенными красками. Ребята совсем еще маленькие и уже взрослые задавали нелегкие задачи мастерам. Кто хотел быть киской, кто дракончиком, кто скорпиончиком. Елена и Павел с легкостью справлялись с заданиями, и через 5 минут из-под их кистей выходили смешные и озорные тигрята, дракоши, чертята, котята и паучки. Ребята остались довольны. Параллельно в соседней комнате Сергей из мистера Твистера делал ребятам игрушки из воздушных шариков. Он ловко мастерил по заказу деток десятки красных, зеленых, оранжевых, фиолетовых фигурок. Кому достались пудельки, кому ромашки, кому тигры. Мальчики просили сабли и пистолеты, а девочки от аэродизайнера получали в подарок воздушные сердечки. Сергей покорил ребят своим умением. За час он накрутил порядка сотни игрушек. На этом сюрпризы деткам от наших партнеров не закончились. В 17 часов малышей и взрослых ребят пригласили в актовый зал больницы. Здесь, в недеревянной сцене, перед детьми выступали актеры Тюза. Не обошлось и без самого главного гостя – Дедушки Мороза. Здравствуйте, мои маленькие! Кальчишки и девчонки! Рыжие и черноволосые! Тихони и озорняки! Мороз веселил детей и закадывал порой непростые загадки, а за правильные ответы раздавал детишкам подарки из своего огромного мешка. Но все же самым главным подарком от Деда Мороза стал 40-минутный спектакль. Добрую историю дружбы зверей и сказочного леса показали детям молодые актеры из театра юного зрителя. Из зала доносился веселый детский смех. Для актеров и организаторов это высшая оценка. Вы тоже не трус, то есть трусиха? Чёрт, чёрт! Трусиха! Это трусиха!